Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как не бояться открыть сердце своему партнеру, когда закрытый дверь тянет меня быстро вниз, отягощает жизнь от отрицания чувств тяжело морально и физически. Как это сделать, спрашиваете вы. Смотрите, как мне кажется, как мне видится с моей точки зрения, что есть несколько причин, по которым вы можете бояться открыть свое сердце. Первая причина заключается в том, что вы боитесь, например, того, что вас отвергут. Вы боитесь того, что вам дадут отворот-поворот, скажем так. Скажет, что чуть кого вам нет, что страны быть в отношениях не хотят. Вот и, значит, отвергнут вот то, что называется бренд в зоне. Это всегда не приятно, это всегда достаточно болезненно, вот это нормально. Но здесь есть момент страх отвержения. И страх отвержения очень сильно мешает. Он из детства. И, как мне кажется, работать с ним нужно, работая с вашими детскими, в том числе воспоминаниями. Вашими детскими чувствами, опытами, опытами, которые вы как-то вот достаточно негативно, судя по всему, получили. К сожалению. Это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент, не менее важный, на мой взгляд, заключается. Заключается этот момент в том, что у вас может быть некая потребность, которую вы пытаетесь удовлетворить через раскрытие своих чувств в мужчине, открытие своего сердца ему. У вас это связано с с серьезной эмоцией, с серьезным переживанием. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы понять, какое, собственно говоря, какое, собственно говоря, желание, какую потребность вы пытаетесь здесь закрыть. Потому что, например, любовь, если мы говорим про любовь, если мы говорим про чувства, связана с потребностями, но не только. Она связана с желанием человека отдавать, с желанием человека дарить что-то. Вот, ну то, что, понятно, у него есть, да, то, что он хочет дарить и может дарить. Если он не может ничего дарить, то, соответственно, ну, в таком случае, речь уже идет не про любовь, а про какую-то другую потребность. И, правда, здесь, на мой взгляд, заключается именно в том, что пока человек не удовлетворит какую-то свою потребность, ну вот, например, в данном случае можно говорить, допустим, про потребность в признании, или про потребность в любви, или про потребность в оценках, ну, позитивные такой оценки, да, например, любить такому человеку очень тяжело. Вот, я понимаю, что он плохой, не потому что он не умеет любить, а потому что, что потребность горит. А это потребность человек для себя видит способ удовлетворить только через открытие своего сердца. Вот. То есть, иными словами здесь мы говорим больше про то, что вы вкладываете для себя в открытие своего сердца. Какая вы в этот момент, когда открываете свое сердце. Какая вы, когда это делаете. Какая вы в этот момент. Вот это, пожалуй, очень и очень важный элемент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Потому что это, ну, достаточно важно сейчас. И с точки зрения психологии, и с точки зрения психотерапии, и с точки зрения того, что вы, например, будете делать, ну, дальше, что вы будете делать, ну, в дальнейшем, что вы будете делать в своих отношениях. Сейчас, на данный момент, у вас как-то вот особой информации по данному вопросу нет. Понимать, понять, что вы хотите, что вам нужно. Вы тоже не можете. Вот. Ну, не получается. И, соответственно, вы находитесь вот в такой ловушке. Здесь можно говорить, можно и нужно говорить, в том числе и про вашу заниженную самооценку. Вот. То есть, если у человека, ну, в данном случае у вас, есть проблемы с самооценкой. То есть, вы себя как-то обесцениваете, вы как-то вот, ну, не очень хорошо о себе думаете, например. Да. Допустит. И так далее. То в этом случае у вас будут серьезные трудности. Потому что вы будете изначально себя позиционировать так, как будто бы вы недостойны. Ну, вот. Просто вот вы недостойны того, чтобы вот вас любили, например. Того того, чтобы вас ценили, например. Того, чтобы, ну, того, чтобы вы приняли вашу любовь. Приняли ваши чувства. Приняли ваши эмоции. Вот. То есть, понимаете, да? Слишком много, в том числе, ваши личные проблемы, могут быть вложены в то, в то, что вы пытаетесь открыть сердце другому человеку. То есть, здесь не только про открытие сердца другому человеку. Здесь про решение своей проблемы. Про проявление своей проблемы. Вашей проблемы. И в этом, в первую очередь, заключается, как мне кажется, ваша трудность. И вот, соответственно, как бы с этим в первую очередь и нужно работать. Может быть, может быть, вам могло бы помочь, например, взаимодействие с вашим молодым человеком. Ну, то есть, выстраивание с ним более доверительных, более близких отношений. Которых сейчас может быть. У вас особо нет. Ну, то есть, вы пытаетесь, например, быть для него идеальным. Вы пытаетесь быть для него хорошим. Вы это всё пытаетесь сделать. Но доверие, искренность, какого-то вот тепла, непринужденности, вполне может быть, что не хватает. Тут, конечно, ещё многое, очень многое зависит от того, какие у вас отношения. Если это дружеские отношения, то одно. Если это отношения, где вы уже встречаетесь, это другое. Если вас, ну, связывает что-то, и вы просто общаетесь по какому-то делу, это третье. И так далее. То есть, здесь довольно много, может быть, вариантов, на которые вам необходимо обратить своё внимание. Первое, что нужно вам у себя спросить, это то, что самого страшного может произойти, если вы откроете ему своё сердце. Вот. Что самое страшное может случиться и произойти. Это первое. Что такого страшного произойдёт и случится. Второе. Вы говорите. Вы говорите о том, что вас тянет мне говорить. Что отгасать жизнь от отрицательных чувств тяжело морально. Тяжело морально и физически выговорить. Что вас мотивирует в своих чувствах отрицательных. Что вас мотивирует, что делать. Что мотивирует вас от них отказываться. Вот. То есть, на это тоже постарайтесь обратить своё внимание. Понимаете, да? Это всё очень важно для вас, для понимания того, что с вами происходит и так далее. Если вы сможете ответить себе на эти вопросы, то как минимум уже это будет, ну, довольно неплохо. Вот. Понимаете, да? Понимаете? Какая штука. А сейчас у вас, ну, вот так скажем, достаточно абстрактно, так сказать. Страх и достаточно неопредмеченные переживания. В чём и заключается их большая беда. То есть, что-то есть, что-то беспокоит. Что есть и что беспокоит, не очень понятно. Вот. Поэтому, как бы, нужно в данном случае разбираться. Нужно в данном случае смотреть и общаться с вами поподробнее. Чтоб лучше понимать, чего вас беспокоит на самом деле и какую проблему вы пытаетесь решить. Ну, вот. На самом деле. Тем, чтобы открыть свой сердце. Вот, что это за чувство у вас? А, ну. Когда вы открываете свой сердце. Ну, вот. Как вы себя чувствуете в этот момент? Когда открываете свой сердце. Что вы думаете в этот момент? Ну, про, допустим, себя. Когда открываете своё сердце. Вот. Это всё очень-очень важные моменты, на которых, как мне кажется, нужно вам поискать ответ. Ответ. И когда. И если. Вы сможете его найти. Да? Ну, то есть. Чем быстрее вы его найдёте, эти ответы для себя, тем, соответственно, лучше вам будет. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен. За обратную связь по полному ответу, это позволит вам начать работу над собой. Надеюсь, что ваши трудности будут самым лучшим образом разрешены. Ну, или лишь... Надо пока Focus это внутри. Ну, то есть. Удачи на видели вас.